И следующий наш докладчик Олег Шабанов из ESForce бизнес-юнита Mail.ru расскажет нам про DevOps в киберспорте в том числе. Раз-раз меня слышно? Прекрасно. Всем привет. Меня зовут Олег Шабанов. Я являюсь менеджером, ну IT-менеджером, соответственно, компании EsForce. EsForce входит часть Mail.ru. Сегодняшняя наша тема, как вы уже заметили, DevOps в EsForce. Все ли пути ведут к кубернету? Доклад будет не совсем, не только техническим, но он будет касаться бизнес-практики, с которой сталкиваются при объединении в холдинге, либо создании стартапов. Ну, пожалуй, приступим. Соответственно, о чем мы сегодня поговорим? О проблемах взаимодействия команд и проектов. В данной методологии мы будем говорить о команде не в плане команды разработки или команды тестировки. Здесь мы будем понимать команду как единую целостную структуру, работающую над одним проектом. Ну, все понимают, что холдинг — это объединение множества команд, ну, юнитов, бизнес-единица для создания и работы над одной целью. Также поговорим о изменении философии коллектива после проведения, скажем так, общих практик. И перейдем непосредственно к архитектуре EsForce. Как она менялась, как она пришла от серверов виртуальных машин до кубернетуса. Немножко о себе. Я поучаствовал в порядках трех-четырех стартапах. Из последних, ну, самозапоминающихся — это был испанско-российский стартап, который занимается проектированием метрополитена. Там я занимал позицию IT-директора. Вот тогда я действительно впервые взглянул на бизнес и IT. То есть, что IT — это не отдельная структура, которая занимается своими интересами, а, скажем так, мы преследуем интересы бизнеса. Но мне не давало покоя, что я занимаюсь именно, скажем так, взаимодействием с бизнесом. Хотелось вернуться в техническую часть, потому что до этого я имел большой опыт работы в DevOps, в построении инфраструктуры. И я попал в молодую на то время компанию Yota Device. Кто-нибудь слышал о такой компании? Вау! Кто-нибудь слышал о Yota Phone? Прекрасно! Аудитория растет! Ну, в общем, да, я засветился в этом проекте. Я занимался архитектурой от в плане сопровождения офисов до сопровождения разработки. Ну, прямо от исходников, скажем так, до конечного продукта. После Yota Device я попал в компанию Isforce. Тогда мы еще не были частью mail group. Меня пригласили и поставили передо мной определенные задачи. Задачи были достаточно просто сформулированы. Изучить инфраструктуру от офисной до продовой, провести ее оптимизацию и максимально сделать ее эффективной. Ну, соответственно, и построить взаимоотношения между командами. В нашем случае это были бизнес-юниты. Немного, прежде чем перейдем к Isforce. Мы, да, являемся частью mail group. Такого гиганта. Но в киберспорте за киберспорт отвечаем мы. Теперь немного непосредственно самого Isforce. Мы занимаемся продвижением популяризации киберспорта. В России, в СНГ, в Восточной Европе. Да и в целом мире, почему бы и нет. И, ну, грубо говоря, да, мы киберспортивная организация, но не в том смысле, что мы приходим на работу поиграть. Хотя есть и такие. Ну, я думаю, слышали такой команды Virtus.pro. Да, они приходят поиграть, и игра – это их работа. Наши действующие проекты. За медийную часть у нас отвечает Cybersport и Ruhab. Это непосредственно Ruhab – это трансляция, создание контента о киберспортивном направлении. Киберспорт – это новостной ресурс, который освещает в целом непосредственно новости. Ну, и сам киберспорт как таковой есть. Epicenter отвечает у нас за турниры. Немного рекламы. В июне 20-30-го будет Major в России. Ну, это одно из крупнейших мероприятий по киберспортивным дисциплинам. Ну, и, соответственно, сам Virtus.pro, который там также будет. Киберспорт в России, если верить статистике 2018 года, аудитория растет, рынок тоже. Динамика в целом 20% в год. Я считаю, что это довольно неплохие показатели. Ну, собственно, не об этом. Сейчас мы немножко отличемся непосредственно из форса и перейдем к общей практике стартапов, холдингов. И мы не будем говорить о таких, скажем так, гигантов рынка, как Mail Group, Google. Они уже давно выработали свои стандарты, которые они применяют и внедряют. Ну, и которые успешно, соответственно, применимы. С теми проблемами, которыми зачастую мы сталкиваемся, когда происходит слияние и сформирование команд, это что каждая команда формирует свой стек технологий, свою методологию работы. Формируется очень большое количество сервисов. Это сложно поддерживать. Непосредственно того, что формируется своя команда в разработке, там, DevOps и поддержке, есть еще такой критерий, это географической распределенности. Никогда не забуду свою встречу с великим китайским фаерволом. Я даже не знаю, что более великое. Это великая китайская стена или сам фаервол. Но синхронизация данных в реальном времени – это было незабиваемым удовольствием. С остальными странами было попроще. Могу сказать так. Так как команда использует свои технологические стеки, а все работают во имя одной общей цели, тут возникают сложности. Например, некоторые проекты могут иметь нестабильную, скажем так, нагруженность, нестабильную необходимость в каких-либо ресурсах. То есть, если мы рассматриваем на нашем примере эпицентр, то их взрывная волна в плане объемов работ начинается ближе к турнирам. А другие проекты, наоборот, больше приверженности стабильных, постоянных манипуляций с инфраструктурой, с выкатками. И вот тут начинается взаимопомощь между командами. И это хорошо, когда команда имеет по себе, забирает некий кусок работы и может сделать своей экосистеме, а потом отдать результат. Но если таких экосистем много, и выделяется просто непосредственно пул этой команды, неважно, это разработчики, тестировщики, и они начинают погружаться в другой проект. И тут начинается самое интересное. У них своя система, свои методологии. На это тратится время, на это тратятся ресурсы, что вызывает снижение эффективности. Когда ты работаешь над двумя-тремя проектами, в принципе, это не страшно. Но когда появляется порядка 10-15 проектов, это становится крайне проблематично. Потому что, конечно, не будет 15 методологий, но на это тратится время. Не всем нужны определенные метрики оценки. Кому-то нужна оценка таймлайна, кому-то не нужна она в своих проектах. Некоторые просто закрывают количеством. Тут не будем рассматривать конкретно, как кто работал, но, имея разную экосистему, мы получаем сложности. Есть два пути решения этой проблемы. Есть путь решения, это когда власть сказала надо и нужно исполнить. Это очень эффективный и быстрый способ. Потому что никто не хочет ругаться с руководством. Ты пришел, взял какую-то систему, сказал, мы будем жить так, особенно если ты из управляющей компании внедрил ее и все прекрасно. Пока не начинается противодействие. Потому что любое вмешательство в устоявшиеся устои и в инфраструктуру влечет за собой, скажем так, негативный опыт. Начинается партизанская война в некотором роде. Я приверженец второго пути, потому что первый я испытывал на себе. Нам просто пришли, навязали систему, в которой мы никогда не работали. Намязали методологию выкатки. Но, скажем, прежде чем мы стали успешно деплоиться, мы потратили достаточно много времени. Что касалось непосредственно второго пути, этот путь достаточно мягкий. Называется, а может, договоримся. Главный принцип этого, скажем так, договоримся, это мы берем просто общую статистику по компании, какие системы, сервисы, методологии используются, а берем самую популярную. Мы люди, в принципе, ленивые. Главное не говорить об этом руководству. И мы не хотим сталкиваться с большим объемом работ. Поэтому берем простую. Ну, наиболее используем, назовем так. Начинаем погружаться в изучение методологии разработки, деплои. Вообще неважно. Весь всех бизнес-процессов, которые связаны с каким-то либо проектом. И начинаем реализовывать на новой системе. Мы пока никому не идем, ни с кем не разговариваем. Сделали какую-то реализацию, которую мы можем уже показать. Мы заходим просто в проект. Говорим. Господа, мы готовы вам помочь со всем чем угодно, в принципе. От поддержки пользователей до решения ваших проблем с релизами, не знаю, с сопровождением. Некоторые идут на встречу. Сразу принимают помощь. И это прекрасно. Контакт налаживается. Возможно, они этого и ждали. Но некоторые воспринимают все в штыки. Те, кто воспринимает штыки, с ними можно воевать. Но это неэффективно. Больше траты времени и, соответственно, большего негативного фидбэка в обратную сторону. Так мы разделили наши команды на две группы. Ну, скажем, людей на две группы. На две группы, которые с той, кто идет. Это с тем, кем невозможно договориться. И с теми, кем можно договориться. Мы провели множество встреч. Показали и презентовали систему. Выслушали их боли. Их понимание, как это должно работать в их восприятии. И непосредственно это оптимизировали и внедрили. То есть, фактически, мы начали создавать из крупной экосистемы и поглощать мелкие. Команды объединялись, соответственно, начинали работать в другой сфере. Бизнесу стало получать проще метрики от загруженности проектов и ведения их в целом. Ну, и нам стало легче жить, меньше систем, меньше обслуживать. Один стэк, одни технологии. Простота. Назовем это так. С теми, с кем мы не могли договориться, получилось немножко по-другому. Мы не стали продавливать. Мы продолжили работать непосредственно с группами, которые являлись для нас лояльными. И с этими группами мы достигали, ну, скажем так, хорошего продвижения в плане создания нашего продукта. Независимо от этого был киберспорт или не киберспорт. С другими мы просто ждали. Мы подготовили систему и ждали. Периодично предлагаю, если вы хотите, мы готовы общаться с вами, налаживать контакт, предоставлять наши сервисы, услуги со временем. Так как они были вовлечены в общие процессы, они стали сталкиваться с проблемой, что им все навязывают свою методологию и свою систему. По одной простой причине, что ее используют большинство. Они стали получать положительный фидбэк. Ну, те, кто воспринимает штыки от лояльной группы. И в итоге пришли к нам сами, к этому моменту. У нас уже были готовы, ну, уже готовы были под их требования, так как мы изучали каждую систему отдельно, решения. Мы провели там порядка двух-трех встреч, учли их пожелания и успешно внедрили. В конечном счете, когда мы проводили анализ лояльной группы и группы, которая воспринимала все штыки, это получилось в соотношении практика из двух компаний 70 на 30. Ну, там плюс-минус 5 процентов. Возможно, мне просто реально повезло. Другим, может быть, так не везло. И там, наоборот, было все по-другому. Но история не об этом. В конечном счете команды, которые имели свой DevOps, свою разработку, точнее DevOps и IT-сопровождение, они остались без хлеба, так как мы его забрали, внедряя свои системы. Мы предложили им присоединиться к нам. Работы было просто уйма. Ее хватало. Некоторые согласились и успешно влились в коллектив. Некоторые по своим причинам просто отказались. Это грустно, конечно, но так происходит. И часть сотрудников ушла из компании. Теперь перейдем к архитектурной части IsForce. Ну, как это было, поговорим немножко не о бизнес-практиках, а о технических. Что касается IsForce, когда я пришел, был достаточно серьезный зоопарк в плане подхода к хранению, реализации. То есть были несколько систем хранения исходных кодов. Проекты имели, скажем так, кто-то хостился на серверах, кто-то на виртуальных серверах, чьи-то сервера были в хостинге облачном, кто-то арендовал сервера, кто-то ставил их в сот, зоопарк был знатный. Это крайне проблематично, когда динамика твоих проектов очень быстро развивается. Ну, киберспорт набирает популярность 20%, это по рыночной стоимости, но контент растет значительно больше. Внутренние потребности увеличивались. Разный подход к размещению создавал дискомфорт в управлении. Это действительно неудобный проект. Вы должны переключиться из одного, не знаю, из одной инфраструктуры в другую. Перезагрузить под, ну, не под, например, докер, это там порядка нескольких секунд. Перезагрузить сервер, это может занимать несколько минут. Так как потребности наши увеличились, мы стали проводить аналитику наших ресурсов. Аналитика ресурсов показала, что у нас реально нехватка физических серверов, поэтому мы решили, что мы будем от них отказываться. Физические сервера мы передали сопровождению офисов, но они были счастливы, хороший подгон от разработки. Высокая динамика развития сподвигла нас к выбору какого-то интернативного решения. Мы пошли другим путем. Мы посмотрели, где проекты имели хостинги и взяли просто самый высоконагруженный, тяжелый и сложный проект, который не хотелось бы ввести в другое место. Таким образом, мы остановились на выборе Амазона. Учетная запись есть. Прекрасно. Оплата налажена. Нас ничего не может остановить. Мы начинаем ехать. Что можно сказать было о переезде? Переезд был достаточно плавный. Мы смогли покрывать потребности и пожелания бизнеса. Ну, развития бизнеса. И все было хорошо. Интеграция новых сервисов, использование DynamoDB, ну и других альтернативных решений позволило улучшить обстановку в целом. И действительно, да, это было все прекрасно до начала так называемой священной войны. Под священной войной я называю войну РКН и Телеграмма. Я чувствую, кто-то ее застал, да? Кого она коснулась? Вот это, я чувствую, аудитория понимает проблему. Не то, что там ютофон. Простите, да. Ладно, вернемся к делу. Война была достаточно длительная. Пулы адресов попадали в бан просто с нереальной скоростью. Хоть мы не имеем никакого отношения к Телеграмму, 90% нашего пула адресов было заблокировано. Но это нам повезло. Я, может, остальных 10% и не знал. Мы делали проксирование в других цодах, ну, не в цодах, а на хостингах, для возможности быстрого переключения трафиков, ну, и перевода проектов, следовательно, на другие хостинги. Было эффективно пару дней, иногда даже часов. Телеграмм настигал, ну, точнее, Телеграмм и РК настигал и те пулы адресов. Каждое утро напоминало, в принципе, как поход на войну, к которой ты не причастен, но ты вынужден в ней участвовать. Хочу отметить, это не реклама, но нас защищает ADDOS и Куратор. Я не знаю, что это была за магия, черная или белая, но реально за их пулом адресов все наши адреса были доступны. Поэтому ни один проект не поимел, ну, ни минуты простой заблокировок РК. Да, было сложно в подключениях непосредственно к серверам. Возникали определенные сложности на тестовой инфраструктуре, ну, потому что смысла ее защищать от ADDOS, ну, особо-то и нету. После этого мы поняли, что у нас, да, есть проблема, а что будет, если война продолжится или начнется новая, и магия не сработает. Мы стали задумываться, как нам быть в этой ситуации. Не поверьте, решение было очевидно. Как вы думаете? Переехать в Мэллорус. Блестяще. Почти мы начали решили ехать в Россию. Назад домой на родину матушку. Но проблемы уже были. Мы зависели от сервисов Амазона. У нас использовались их сервисы. Соответственно, мы не можем взять и просто переехать. Мы начали их выпиливать из наших проектов. Проекты вообще сами по себе уже сильнее разрослись, потому что бизнес не стоит на месте. У него появляются новые потребности. Это становится сложнее обслуживать. Набирать людей, соответственно, не лучшее решение для бизнеса, хотя, возможно, и приемлемо. Мы начали писать автоматизацию. Автоматизация была достаточно локальной. Локальной? Я бы сказал, спонтанной. Потому что те проекты, которые имели реально высокую нагрузку, им нужно было часто динамично выкатываться. Разработчики хотели определенный контур. Проекты реально разрастались. И мы начали писать ее. Соответственно, скажем, какой способ автоматизации, в принципе, это не важно, потому что, ну, вы знаете, как в рекламе, по одной минуте с каждой стороны на сильном огне, а потом по две минуты на среднем. Ну и, собственно, приятного аппетита. Мы получили машину для готовки наших проектов. И мы поимели более 100 инстансов. Обладатели аккаунта в Амазоне есть? А вас святая война не затронула? Все хорошо? Все можно обойти. Интересно, я потом подойду. Хочу узнать, как вы с этим боролись. Вот. Ну, вы знаете, что ресурс в Амазоне достаточно дорогое удовольствие. Ну и все-таки, несмотря на то, что мы писали автоматизацию, она была, как я и сказал, спонтанно, она не была систематизирована. Нам нужно было что-то делать непосредственно, скажем так, с нашими проектами, чтобы это можно было покрыть все. И вот тут мы начали… А, хочу добавить. Как вы правильно отметили, я уже не вижу человека, который правильно отметил, что мы решили переезжать в облако. Мы уже к этому моменту являлись частью mail group. И да, я обратился к своим коллегам за помощью. Мне предложили два варианта. Первый вариант – это был переезд на железо. Второй вариант – это был переезд в облако. Ну, в облако Mail Cloud Solution. Собственно, еще два раза скажу Mail Cloud Solution, и я думаю, будет квартальная премия. Ладно, это шутка. Ну, в общем, касаемо Mail Cloud Solution, да, мы набили уже руку и стали переезжать в облако. Для того, чтобы нам переехать, нам пришлось разделять проекты. Ну, так как заниматься кубернетизацией всего, это было достаточно долго. А когда может продолжиться война, мы не знали. Мы начали разделять проекты по двум типам. Это простые проекты, которые имели два узла, ну, и не имели никаких реализаций связок с Amazon. Мы либо просто, ну, если они и были, просто их выпиливали, там S3 переносили непосредственно на сам Monolith уже, в данном случае, потому что объединяли аппликейшн, там базу, не суть важно. И остальные проекты, которые имели там контур, там Sphinx, там Redis, ну, в зависимости от проекта. Своя специфика, свои, скажем, узлы в их архитектуре. Вот, если касаемо простых проектов все было логично и просто, ну, Monolith, там, не знаю, перенести было достаточно просто. Даже тем же самым R-Sync это вполне достаточно было. То касаемо сложных проектов, тут появлялась сложность. Не вести же все 100 инстансов. А то их и 120 было, я уже точно не вспомню. Для этого мы решили все-таки посмотреть на какое-то решение, которое позволит помочь нам, ну, избавиться от лишнего. Для этого мы провели аналитику утилизации наших ресурсов, собрали метрики, понаблюдали где-то в течение там двух-трех недель. Мы поняли, что если объективно перемещать все в один сервер, ну, не физически, а вот там несколько серверов, мы можем значительно уменьшить наши объемы. Для этого нужно какое-то решение, которое позволит и это еще автоматизировать. И мы посмотрели непосредственно на рынок, что было... Ну, я думаю, все уже поняли из названия. Мы остались на кубернетесе. Да, так еще исторически сложилось, что нам услугами DevOps оказывал флант, они умеют это готовить. Извиняюсь. Велосипед мы придумывать не стали. И да, поехали в кубернетес. Плюсы, которые мы поимели после того, как мы переехали в кубернетес. Реально, переезд из кубов, ну, точнее, переезд наших проектов на My Cloud Solution занял, ну, не хочу соврать, порядка семи дней. Ну, не более. Когда мы ехали в Amazon в предыдущей архитектурном стеке, это заняло порядка месяца. Потому что это объемы были большие, они разрозненные. Мы здесь просто взяли инстансы, вкатились туда кубы и выкатились. Это было прекрасно. Ну, проекты проекта мы дотащили так. Ну, как я и говорил, все-таки Amazon это дорого. Мы еще и сэкономили. Проще управлять проектами. Ну, я думаю, все уже знакомы с кубернетесом и знают, что не будем проходиться по его техническим частям, про его документацию. Это реально достойное решение. Лояльность непосредственно бизнеса юнитов увеличивалась. К нам все чаще приходили разработчики. У них появлялись еще больше желаний, требований. Ну, как требований, скорее, пожеланий. И кубернетес позволял их реально покрыть. И кубернетес позволял их покрыть. Потребности бизнеса реально соответствовали. Вот сейчас, если посмотреть, ну, с того, что мы переехали с Amazon и сделали новую инфраструктуру, если у нас было там 120 инстансов, ну, ладно, пусть будет больше 100, я точно не помню количество, то у нас порядка сейчас 40-50. Ну, я считаю, что это, скажем, хороший результат. Ну, давайте подведем итоги. Первая часть доклада была это про сложность взаимодействия в целом бизнеса при стартапах либо слияния холдинга. Это я абстрагировался. Это я рассказал именно не про как из force или там mail group, потому что это я рассказал про свою практику. Есть множество путей достижения нашей цели. Скажем так, практика показала, что метод пряника значительно эффективнее, чем кнута. Меньше отторжения и люди сами начинают к вам приходить. Что касаемо бизнеса, эффективность непосредственно увеличивается, потому что даже банальная доброжелюбная экосистема позволяет выстраивать более продуктивные взаимоотношения. Касаемо куберинеца. Я не проводил параллель, как это влияло на бизнес и почему было принято решение. У бизнеса не было потребности в уменьшении расходов. Скажу честно, нам никто не стал такой цели. У бизнеса не было ограничений в предоставлении ресурсов для обслуживания. Нам предложили, когда приезжать на сервера, нам сказали, окей, мы берем услужу на себя. Конечно, супер, но не всем так возможно. У бизнеса не было этих потребностей. Мейлгрупп в целом никогда не навязывает проектам свою, скажем так, как проще сказать. Он позволяет сохранить им свою уникальность. Поэтому мы решили использовать свои стейки, свой подход, и он оказался успешным. Ну, в целом, как бы все. Если есть вопросы, готов на них ответить. Да, любой. Спасибо, Олег. Очень интересно с точки зрения взаимодействия технологической и человеческой. Я хочу еще раз напомнить, что у нас приз за лучший вопрос докладчику и главный приз за самый лучший вопрос. Так что прошу. Да, да. Сзади. Ну, человек сразу угадал решение. Добрый вечер. Меня зовут Ксения. Спасибо большое за доклад. У меня вот какой вопрос. Это как убедить бизнес в том, что нам необходим DevOps. То есть нельзя же к ним прийти и сказать. Вы знаете, ваш KPI сейчас просядет. Там процентов на 30. Потому что у нас DevOps. Мы будем загружать команду на 80%. Остальные 20 мы будем посвящать развитию. Ну, потерпите как-нибудь, поэкономите. Что им сказать? Да. Я понял вопрос. Постараюсь максимально ответить, как мы это делали. Для того, чтобы оценить объем проекта, его действительные потребности, нужно собирать определенные метрики. Для каждого проекта метрика может своя. Это объем заявок, соотношение прибыли и, соответственно, непосредственно, если мы проделаем такой объем, прибыль будет там увеличена либо сокращена. В целом сам, вот если как рассматривать IT-менеджера, ну вот мою позицию, это, скажем так, про бизнес через IT. Без фидбэка IT, ну вот, мы не можем доказать бизнесу это. Но когда мы приходим к каждому юниту, ну скажем, по команде и объясняем, что мы можем дать такое, если будет, допустим, у нас использована технология, что-то увеличено. Не поверите, влияние лояльных групп, они сами доказывают бизнесу, что это нужно. Действительно. В этой схеме не обязательно всегда участвовать. А когда бизнес видит эффективность, ну что, действительно, решения, которые предлагались, они были эффективны, лимит доверия увеличивается. Соответственно, каждая последующая возможность и необходимость доказывать, ну она значительно снижается, точнее, необходимость доказывать снижается. Поэтому, да, нужно вначале сделать оценку объективную. Не исходя из своих интересов. Потому что, ну как бы, ну знаете, типа из области без опса. То есть не делать техническую работу ради, ну не делать IT ради IT, а делать IT ради бизнеса. Ну, без бизнеса нет и нас. Ну, грубо говоря, так. Да. Я вам отвечу обязательно. Меня зовут Валерий. И у меня вопрос в следующем, на самом деле. То, что вы описали здесь, это можно назвать одним словом IT стратегия. Как бы, да. И вот вопрос. Многие ли стартапы вообще имеют IT стратегии? Почему, как бы, вот я тоже наблюдаю, что у них этого нет, а потом начинаются переезды туда-сюда, а два переезда это, считай, пожар, как бы, да. Да, я с вами согласен. Про IT стратегию. Я, когда приходил в стартапы, которых уже имелись, скажем так, директора IT, ну или IT команды, я замечал, что вот там действительно IT делается ради IT. Это грустно, это нужно было менять. Почему, как бы, изначально айтишники не строят, ну, исходя из принципа интересов бизнеса, ну, я не могу ответить. Я поработал непосредственно вот в стартапе, где, ну, просто из кейса, было решение, на которое мне согласовали 6 миллионов. Ну, абстрактно. Я из него потратил миллион. Осталось 5. Это было прекрасно. Меня однажды вызывали на ковер и спрашивают, почему, если изначально, просто там под схему рисовал другой человек до этого, почему, если тебе изначально заложили 6, ты потратил 1? То есть наша система неэффективна? Я сказал, нет, она покрывает ваши потребности. Ну, не буду лукавить, плюс 20 процентов все-таки. Я закладывал запас. Потребности были небольшие, там распределенные хранилища с резервированием. Ну, была проектная компания, все-таки это было в плане проектирования метрополитена. Поэтому там и не было таких кейсов в плане девопса. Ну, как я и повторюсь, я не могу сказать за тех, кто не исходит из этой практики. Обязательно. Если эти стратегии нет, результат будет плачевым. Как вы верно отметили, два переезда – это реально пожар. И это может быть не связано, что не было эти стратегии. Это реально может быть связано, вот как я говорил, что зоопарк достаточно был весом в Esports. Если реально я не сталкивался с проблемами реорганизации именно взаимоотношений, там было все достаточно стабильно, устойчиво. Общую практику там применять не пришлось. Это прекрасно, реально. Ну, там, но касаемо вот именно подхода к архитектурной, скорее всего, это было даже вызвано не отсутствием стратегии, это было вызвано тем, что каждый проект развивался по-своему, а потом они соединились в холдинг. А холдинг – это не сразу очевидно, что он будет. И вот тогда уже нужно… У каждого, наверное, и была возможна своя стратегия. Я уже не вникал. Я пытался максимально оптимизировать ее под потребности, с которыми сталкивался. Ну, я так подойду уже. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Кубер вам внедрял флант, я так понимаю, да? Обслуживание, кто сейчас делает тот же флант, или вы набираете свой отдел, и как происходит это взаимодействие команд разработки и вот этих опсов, кто-то же должен отвечать на ответы разрабов, которые… Вот у меня кубер сломался, я деплою, а там вот какие-то ошибки, и у меня все сломалось. Я вас понял, да. Смотрите, динамика и развитие, ну, компания, она, как бы, не требует сейчас увеличения количества DevOps. Вот именно нашего проекта. Я, как и сказал, mail group не навязывает. Он дает сохранить уникальность. Нас обслуживает действительно флант. Они нам оказывают сопровождение. Они консультируют разработку. Где могу я все-таки… Я, да, тоже практикующий DevOps. Хоть и про бизнес назовем так. Ну, ответ на ваш вопрос – да, просто. Это флант. Здравствуйте, спасибо за доклад. Меня зовут Игорь. Вопрос такой. Кто у вас сейчас отвечает за инфраструктурную часть кубернетиса? То есть кто отвечает именно за поддержку его? У вас есть какая-то универсальная команда из людей, которые… Извините, я вот плохо очень услышал. Еще раз. Физически кто сейчас отвечает? Вот у вас есть какая-то общая команда людей, которая из отдела опсов, из отдела инфраструктуры. Кто отвечает непосредственно за сам кубернетис? За сам кубернетис непосредственно считает флант. За именно методологию, но это уже взаимодействие с разработчиками. И еще вопрос такой маленький. У вас сейчас на текущий момент какой процент сервисов полностью соответствует там 12 факторам, например, микросервисов? Чтобы деплоиться в кубере? Или вы деплоите как есть? Слушайте, я вот честно говоря даже не задумался об этом вопросе. Stateless, stateful. Я понимаю. Реально и 80% это кубы. 20 примерно процентов, которые имели реально простую архитектуру, мы не усложняли. Скажем так, даже банально, если мы добавим еще проектов, то это стоимость девопса. Либо фланта. Не суть важна. И усложняет там, где можно просто оставить как есть, добавить резервирование. Зачем? Потому что простые проекты сами по себе не имеют реально объективно частые выкатки или каких-то частых изменений. Потому что если проект имеет частые какие-то изменения, он по определению должен набирать популярность, иначе этого не будет происходить. Тогда вопрос такой. Средний статус, вот такой вот. Средний градус по больнице, так сказать. Насколько часто у вас деплои происходят? Если взять типа сайберспорта, нашего главного информационного портала, назовем так. Я не хочу соврать, но раз в два дня, иногда даже каждый день, в зависимости от того, как часто у них есть потребности. То есть, ну, я максимально, как бы, моя зона ответственности, это не только DevOps, там, сопровождение, прот. Это и все-таки взаимодействие именно еще офисной части, ну, архитектурной этой части. И я не всегда участвую в этих деплоях, ну, потому что реально нет необходимости. Но раньше, если разработка обращалась ко мне часто, ну, вот до того, как мы применили Kubernetes, сейчас их обращения значительно снизились. Спасибо. Спасибо, коллеги. Последний вопрос. Да, добрый день. Меня зовут Анатолий. У меня вот такой вопрос про большие проекты. Понятно, что там Kubernetes помогает очень сильно, а с маленькими проектами, ну, если хочется всего вот этого, там, канареечных релизов, сине-зеленых веток, имеет ли смысл смотреть в сторону урезанных Kubernetes, как сейчас там micro-KS выходит, или все-таки пилить какие-то свои велосипеды? Я предлагаю сейчас, ну, в целом все зависит от того, что мы понимаем под маленький проект. Какая у него архитектура? Ну, грубо говоря, да, если вот абстрактироваться, то два сервера и база. Два сервера и база? А частота диплоя? Ну, где-то примерно раз в два дня там. Раз в два дня? Да. А технологии используем? Ну, давайте проще скажу. Как часто идет обращение к DevOps? Ну, неважно, сопровождению там, назовите как угодно. Ну, вообще регулярно происходит там. Команды общаются тесно. Ну, я имею в виду вот именно с проблемами по диплою. С проблемами, да, там. Ну, у нас DevOps занимается не только диплоем, грубо говоря, да, но еще и там участвует в… Выскочил слово. Ну, давайте не будем… В разборе. Я вас понял. Смотрите. Принцип, один из которых я исходил – частота обращения по проблемам. Из этого принципа я и формировал, какие проекты будут ехать в Kubernetes. Потому что, ну, некоторые проекты, которые имеют архитектуру достаточно простую в соотношении с тем же какими-то там cyber-спортом, они в Kubernetes, потому что они имеют часто частоту диплоя. И обращений от них было много. Если время DevOps – это деньги. Если объективно они задействованы в этом часто, то, наверное, стоит внедрить. Потому что объективно вы сможете в дальнейшем создать контур-разработки. Это будет занимать… И вы сэкономите время, я не знаю, ваших людей, сотрудников, ну, всей команды. Скажем так. Давайте, наверное, вот эту тему прямо раскроем. Вы более подробно расскажете. Я скажу свое понимание – стоит, не стоит. Вот прямо на автопате я с удовольствием с вами поговорю и расскажу. Да, коллеги, давайте закончим уже с вопросами и продолжим в куларах. Спасибо. 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 Спасибо.